Вот тут мне напомнили, как раз я хотел такой вопрос и задать, но высшеквалификационная коллегия судей, я так понимаю, разобралась с Хахалевой, та 8 числа еще уехала в Ереван, но я думаю, у нее паспорт грузинский, она дальше, наверное, поехала в Грузию и там скрывается, в Ереван выехала, наверное, для того, чтобы ее, в общем-то, не засекли. И вот вопрос, вот смотри, там сейчас Воробьев какую-то дамочку назначает министром, Шойгу каких-то дамочек расставил, я, это не с точки зрения сексизма, вы же понимаете, я говорю о шлюхах любого пола, да, там и гомиков навалом, в общем, я просто, это то, что видно, это то, что видно. Вот они у нее там генеральшами, все его бабы, здесь вот этот судья Хахалева, у которой, оказывается, не было образования, она всех судила и так далее. Вот, Марк, вопрос, а они что, не могут нормальных взять? Ну, для того, чтобы совершать вот тот беспредел и те преступления, зачем им свои шлюхи нужны? Ну, шлюхи в постели нужны. Зачем они им для работы нужны? Они работу сделают хуже, чем ты возьмешь беспринципного человека, с которым ты не спишь, но который хорошо работает. Почему? Слушай, но он у риторический вопрос, потому что им нужны доверенные люди, надежные люди в их понимании. А как они добиваются от надежды? Через постель. Вот у нас был в свое время, от него заходились глава арбитражного, высшего арбитражного суда. Ты знаешь, сейчас юрисдикцию слили, некто Иванов. Он учился вместе с Медведевым. Вот, он был геем. Да, у него все педики были. Все были геи, да. Я, в отличие от тебя, я к геям отношусь, это не гомофобия, с моей стороны, я абсолютно равнодушен. Меня заботит то, что во власти. Они же не открытые геи, они же скрывают и создают некую мафиозную... Извини, я ремарку для наших людей. Вот этот черт, он когда преподавал в Питере, он проводил для геев так называемую сигарную вечеринку. У него все, кто на сигарных вечеринках курили сигары, они стали руководителем арбитражных судов. Да, именно так. И он преподает, по-моему, по сей день в высшей школе экономики или что-то в этом роде. Я боюсь соврать, поправьте меня. Ну, и что? Но он назначал такие же. Он в Московской области, вот была шумная история, скандальная. Руководитель арбитражных судов в Московской области назначил там что-то 25-летнего, что ли, молодого человека. 27, 27 Московской области. 27, простите, простите, но это совсем другое дело. Наполеон в 27 генералом стал, а этот в 20. Да, ну это Наполеон, а это просто... Слушай, а я могу путать. А может быть у меня вот такая ассоциация. Может быть, ты прав, может ты 25-летний. Ну, знаете, все прочитайте, кто это, что это. И не то, чтобы даже вот там кто-то хвалил, говорил, вот он так изменил арбитражный суд, там производство наладил, там положение изменило, инициировало изменение в законодательстве. Ну, понятно, что его убрали, все вернули, слили арбитраж с общей юрисдикцией, сейчас единая вертикаль. Но я просто хочу сказать, что, а ведь это происходит везде и всегда, и всегда происходило. Именно постель, именно вот отношения такого рода обеспечивают надежность. То есть, кадровая политика, это не то, что там лучших из лучших, какая-то селекция, прошрафился навсегда. Вот ты говоришь, Хахалева, а я, кстати, верю, что она вернется. Ну, да, она сейчас в Грузию, там, или в Армению, куда она там уедет, я уж не знаю. А я вот верю, что она снова вернет через какой-то время, она снова плывет, плывет. Да, сейчас там это уголовное дело, ее, как бы, привлечь нельзя, она соскользнула. Но представьте себе, что это конец, и что, ой, вот такое больше не повторится. А я в это не верю. Я считаю, половина судов из таких состоит. Почему? Потому что, ну, она, ладно, она с ворами была, там, грузинскими. У нее своя крыша была, так сказать, и так далее. Ну, а что, у нас что-то другое вообще? У нас в других судах по-другому это все. У нас вообще что? Где не возьми, хоть в Москве, хоть там, не знаю, где угодно. У нас что, другие люди, что ли, приходят? Все так же. Через койку или через какие-то связи родственные, там, шлюхи и так далее. То есть, это обычная практика. Важно понять, что это давно уже совсем уже обычная практика. Это не из ряда вон что-то выходящее. Просто она светанула с этой свадьбой. Узнали, ох, е-мое, там миллионы долларов, откуда у нас судьи. И вот пошло-поехало. А если не светанула, а по сей день благополучно бы работала. Как у синейки, да, наступают времена, когда порог становится нормой. Нормой. И она бы сейчас работала, и все было бы так же, и все было бы хорошо. Но вот она попала, понимаешь, и все. Поэтому сказать, что это окончание этой истории, я так не считаю. Там, по-моему, какое-то преизрядное количество людей, которые с ней сражались в регионе, так они сами оказались на норме. А вот это, по-моему, я боюсь, а бывший судья Новиков, что ли, еще какие-то лица. Я их толком не разбирался. Почему? Потому что, а нет смысла, понимаете, ничего там нового нет. Вот давайте все бросим силы на борьбу с Хахалевым. А он весь, все суды стоят из Хахалева. Да, абсолютно. Поэтому, на самом деле, я, честно говоря, в этой истории не вижу ни изменений, ни симптоматики какой-то, которая может быть подвержена каким-то изменениям. Не вижу. Я вижу, что все останется как есть. Вот и все. Вы скажете, это пессимизм. Да нет, это высший реализм. Это реалистический взгляд. Понимаете? И поэтому, на самом деле, еще раз я не исключаю, что Хахалева вернется. Я уже совсем кого-то не успела. Продолжение следует. Продолжение следует...